Друзья, с большой радостью хочу представить вам новую книгу, которая вышла в издательстве Сретенского монастыря. Автор священник Игорь Сильченков. Книга называется «Прощай грусть». Это книга, которая входит в мою самую любимую зеленую серию «Надежды». Надо сказать, что до знакомства именно с этим произведением про священника Игоря Сильченкова ничего не знала. Но и в интернете прочитала, что это достаточно известный священник, которому часто задают прихожане, скажем так, виртуальные вопросы. Служит он в Крыму в чудесном теплом месте. И рядышком находится православный центр «Фавор». И, соответственно, прихожанами храма отца Игоря являются не только люди, которые постоянно живут в Крыму, но и те, которые приезжают туда на отдых, на лечение и задают батюшке свои вопросы. И, собственно, на основе тех историй и ситуаций, которые случаются с этими прихожанами, отец Игорь, и дает ответы, в том числе и в этой книге. Хорошая книга, мне понравилась. Мне очень понравилось, когда ее Аня характеризовала. Она сказала, что эта книга – это сборище лайфхаков для молодого священника. Потому что прежде чем дать какой-то ответ, отец Игорь сначала думает, молится, уже потом дает какие-то советы и никогда от себя этого не делает. Вот это правда так. Потому что житейские ситуации, с которыми приходят к этому священнику с вопросами, и с какими-то историями, они очень жизненные, очень, наверное, похожи и типичны для очень многих. Название у книги «Обманчивое. Прощай, грусть». Тут, конечно, есть интересные, веселые, юмористические рассказы, которые заставляют улыбнуться и порадоваться. С другой стороны, есть очень много тем, которые отец Игорь предпочитает не снизводить до шутки. И мне кажется, что для человека, который ищет ответы на вопросы, книга – просто прекрасное пособие в легкой форме, неноровоучительной, неназидательной. Человек может получить ответ на тот вопрос, который его очень-очень волнует. Мишенька и Свято Николай. В Крыму в православном центре «Фавор» перед началом детского концерта аниматор проводила с детьми небольшую православную викторину. Был вопрос о святых, чьи имена носят наши маленькие гости. Совсем маленький Коленька запнулся, когда его спросили, что он знает о своем святом. Он был очень добрый, вымучил из себя стеснительный Коля. И тут взялся ему помогать кудрявый рыженький Миша, она пару лет постарше. О, никогда и нигде вы не слышали такого пламенного и свободного изложения жития святителя Николая. Миша вышел в центр зала, отказался от предложенного микрофона и завопил примерно следующее. Вы не представляете, кто это был? Богатырь. Росту в нем было два метра. Все с ним рядом мелкотня до колена не достают. И добрый был. В людей золотом кидался, прямо мешками. И говорит, веди себя хорошо, а то потом ничего не дам. И правильно говорит, зачем кому давать, если плохо себя ведет. И напали на него враги. Главный негодяй Арии уж такой негодяй был. Глупостей всяких наговорил, типа самый умный. А Николай как даст ему по башке, тот и свалился. Народ засмеялся, а тихо, интеллигентная мама Мишеньки покрылась разноцветными пятнами и спросила. Сыночек, может не по башке? Мишенька подтвердил. По башке, конечно, по самому глупому месту. Арии свалился, а Николай ему говорит. Вставай, я еще не договорил. Дальнейшая речь Миши окончательно утонула в хохоте, но он упорно продолжал. И тут, представляете, стали Николая наказывать. Говорят, что он недобрый. Да как же недобрый, был бы злой, Ари вообще бы не поднялся. А так зеленкой намазали и все, а потом ничего, все враги погибли. Николай святой, а я хочу шоколадку. Шоколадка была ему вручена под бурные аплодисменты и заливающийся смех всего собрания.